Весна нечаянно нагрянет. Пригороды Караганды уходят под воду. Вода вновь прибывает в некоторых районах юга республики. Руководство корпорации «Казахмыс» приступило к аттестации работников в ответ на требование горняков повысить заработную плату. Правительство ввело сразу несколько мораториев на расширение штата госслужащих, проведение технического осмотра автомобилей. Журналистам запретили снимать премьеру на камеру. Караганда грозит превратиться в Венецию. В городе топит сразу несколько улиц. При этом аварии в центре устраняются молниеносно. На отдаленные районы ждут коммунальщиков неделями. Талые воды продолжают наступать и на юге республики. В микрорайоне Самал 3 в Шемкенте затоплено 19 домов. Там из берегов вышел канал реки Кошкаратам. Второй раз за последние 10 дней потапливает поселок Забадам. Чем вызвана большая вода, выясняла Марина Черная. Постоянно порывы. Приезжают, колусы забили, все, поехали. Весь ремонт. Жители улицы Иржаново переживают наводнение уже не первый год. Есть и пострадавшие. Председатель местного КСК Валентина Купчик повредила себе ногу, подскользнувшись в собственном дворе. Зато, говорят жители, возле Акиматов аварии устраняются молниеносно. Да, технику сразу всю кинули. Понимаете, перекрыли дороги. Там тракторов столько было. Вся техника. Вечером к пяти часам уже открыли трассу. А мы почему-то, ну почему так? Почему мы никому не нужны? Такая же ситуация на улицах Олимпийская и Ремесленная. Здесь топят частные дома. Люди, отчаявшись найти помощь на месте, звонят президенту. Дозвонилась даже. Администрация президента в канцелярию я звонила. Мне сказали на сайт правительства, премьер-министру Каримову, писать электронную жалобу. Да. Жители этого дома Майкудука опасаются, что их дом и вовсе рухнет. Трещина пошла уже снаружи здания. Фундамента там нету. Вода там. В фундаменте вода. А летом, когда будет этот лёд всё растаивать, и не знаю, мы боимся, это, наверное, грохнет. Сплошной каток превратился в двор ещё одного дома Майкудуки. Невозможно свободно передвигаться, сетуют жители. Коммунальщики тем временем жалуются городоначальнику на нехватку техники и рабочих рук. Глава Караганды не скрывает эмоций. Я буду проводить штаб здесь сам. На этом штабе, значит, Акимы двух районов и все вот эти вот закреплённые за участки, вот, Караганды-Су, вы мне будете докладывать. Перед началом отопительного сезона все бодро рапортовали о готовности к холодам. Опять злодейка зима забыла предупредить коммунальщиков, что будет в этом году суровой. Марина Чёрная, Сайлау Зикен из Караганды, Казахстан. Покажите мне, как убивали моего сына. С таким вопросом к правоохранительным органам Жана Узена обращается отец погибшего во время беспорядков Радика Юсупова Расул. 25-летний парень скончался 16 декабря прошлого года на площади. Казался совершенно случайно. Но силовики настаивают. Молодой человек участвовал в беспорядках. Отец не верит официальной версии и намерен добиться правды. Пока же не может получить обещанную компенсацию в 1 миллион тенге. Подробности в репортаже из Жана Узена. Во время декабрьских событий в Жана Узене погиб 25-летний Радик Юсупов. Родители внезапно лишились единственного сына. За сутки трагических событий, сдав смену, Радик в праздничный день решил привести себя в порядок. Зашел в парикмахерскую в центре. Но так и не вернулся. Его тело нашли только через день, в морге. Пошел туда, все собрались, стояли. Все, начальство собралось, митинг подошел. Все было нормально. И в одно время поднялся толпа какой-то. Даже не понял, что произошло. Я там посмотрел, так все. И в одно время мать позвонила. Говорит, что Радик почти вышел, а сейчас нет. Я взял трубку, позвонил, гудок пошел и отключился. Отец погибшего, Расул, 28 лет проработал в производственном филиале Узен Мунайгасом. Бастовал с другими нефтяниками и был уволен. С тех пор Радик был единственным кормильцем в семье. У него осталась жена и 8-месячный ребенок. Отец говорит, что тело сына отдали с трудом, к тому же и без внутренности. В свидетельстве о смерти записано, что он умер от раны, от пули, от ранения внутренних органов, от кровотечения. Один видел его в центре, проходил он. Вроде, по моим понятиям, он домой шел и попал под эту перестрелку. Сзади стреляет и через сердце выходит пули. Я сам обсмотрел, когда поделся стрелку в гроба вытащили, я сам зашел. Думаю, да, вот посмотрю, из-за чего, как умер. Сзади стреляли, через сердце вышел. Через поясницу зашел, пуля, оттуда, через сердце вышел. Если сына убила пуля, то отца смертельно ранит постановление от правоохранительных органов, где Радика Юсупова обвиняет в том, что он участвовал в массовых беспорядках, грабил, поднял руку на полицейских, убеждая тем самым, что стреляли в 25-летнего парня на законных основаниях. Похоронив единственного сына в Дагестане и проведя поминки, отец погибшего от рук полицейских, Расул, обещает докопаться до истины. Ужасство, да, постановление? Угу. Это ничем никто не доказывает, это просто они пишут это все. Его никто не видел, что он там погром ломал, мародерство, что-то делал. Я им сказал, меня же вызвали, мне показывают, вот это, да, площадь. Мол, ты среди никого не узнаешь. Я говорю, они меня не знают, я их не знаю. То лучше, мне покажи моего сына, как убивали. Нету, говорит, у нас. А откуда они это все уберут, я не знаю тогда, если нету, да, как убивают. Хорошо, если он мародерством занимался, они должны мне показать его. Вот на твоего сына, мой короче, пишет такую статью, вот мой сын, вот мародерством занимался, или же там мента убивал, или же кого-то убивал. Должи же показать. А он мне ничего не показывает, вот это решение вытаскивает, подпишись, говорит, нам возьмем это решение. Государство до сих пор не выплатило семье Радика Юсупова обещанную компенсацию – один миллион тенге. Но жизнь человека бесценно утверждает отец погибшего. А если государство хочет хоть как-то помочь, то одного миллиона тенге недостаточно. Только чтобы увезти тело сына в Дагестан, ушло в два раза больше денег с эту тросу. Он не скрывает, что обижена казахскую власть, расстрелявшая молодежь, и похоронил сына в Дагестане. Говорит, что, возможно, тогда его душа найдет покой. Жулдусту Леова, Виктор Гудь, Жанна Узень. Руководство заводов и фабрик, принадлежащих корпорации «Казахмыс», в спешном порядке приступило к аттестации рабочих. Это своеобразный ответ на требование горняков повысить заработную плату. По крайней мере, в этом уверены сами рабочие. Возможно, руководство корпорации опасается эскалации конфликта. Особенно после трагедии в Жанна Узене, которой предшествовала многомесячная забастовка нефтяников. О градусе человеческого тепла и медных трубах металлургов в следующем материале. Сауле Сидахметова, возможно, одна из первых женщин медного гиганта «Казахмыс», где, как кажется, должны работать только крепкие жасказганские мужчины, написала письмо своему руководству. Хоть и боялась, потому что чувствует прессинг и моральное давление, но назначила встречу съемочной группе «Стан» в своей крохотной комнате общежития в 6 квадратных метров. Это все, что она имеет за 16 лет беспрерывной работы в корпорации. Ежемесячная клад Сауле – 50 тысяч тенге. Производство, где она трудится, – одно из ведущих горнорудных компаний, а ее работа – машинист-конвейера в обогатительной фабрике – довольно опасная. Машинист-конвейеров я третьим разрядом работаю. У нас это потолок уже. Все, выше разряда у нас нет. Так что можете судить, что я получаю, как машинист-конвейеров, вот самую большую зарплату. 50 тысяч тенге. У нас выше разряда нет машинист-конвейеров. А есть еще это флотаторы, но у них есть повыше. Машинист-конвейереры. Они чуть больше получают нас. Ну, что там, какие-то круги на 5 тысяч, на 10 тысяч больше. И все. Такой большой зарплаты на фабрике нет. Ладно, я живу одна, да? Но есть же, которые обучают своих детей. Есть люди, которые обучают своих детей студенту. У кого вот дети студенты. Им же надо еще за обучение платить. Откуда? Откуда берутся такие маленькие оклады, ни она, ни ее коллеги, многотысячного коллектива Жизказганской обогатительной фабрики не понимают. Большинство поддерживает инициативу Сауле, но боятся. Боятся потерять работу, единственный источник заработка и иметь хоть и сносную, но временную крышу над головой. Пока письмо поддержано только частью коллектива, его подписало более 200 сотрудников. И это немало, говорит она. Если учесть, что за каждым сотрудником стоит его семья. Я думаю, примерно 500, больше 500 человек будет, пишутся. Это вот сколько там человек работает? Я понятия не имею. Но я думаю, где-то процентов 70-80 меня поддержит. Вы в этом уверены? Я в этом уверена. Потому что наш цех, можно сказать, 90% меня поддержал. Расписались. Уверенность Саулеси и умочную группу «Стан» привела сначала профсоюзный комитет производственного объединения Жизказганцветмед, куда входит фабрика, обогащающая медную руду. Затем вправком медиплавильного завода, тоже являющийся частью медного гиганта. Несколько сот рабочих последнего, кстати, требуют повышения заработной платы с конца прошлого года. Все ждут, когда поднимут зарплату? Ждем, ждем. Ну вот какой-то конкретный срок вам говорили? С января поднимем или с февраля поднимем? Срока нет конкретно. Я работаю в заводе уже 5 лет. Писали письмо коллективно, потому что зарплату не устраивает конкретно. Если подходим, говорим, они говорят, не нравится, увольняйтесь. Если не устраивает вас, увольняйтесь. Вас никто не держит. Вот так и говорят начальники. Я работаю разливщиком четвертого разряда. На руки получаю 65 тысяч. Уже сколько лет? Пять лет работаю, зарплата та же. Не повышается, пять лет. У всех кредиты. Все молча ходят. У вас тоже есть кредиты? Есть. Зарплата 60 тысяч. Ни на что не хватает. У нас было раньше такой работ. Вот тебя ценили за то, что ты работаешь. И все. А сейчас? Ну и сейчас не похоже, чтобы особо ценили за работу. Тогда как многие просто отворачивались от камеры, боясь притеснения и давления со стороны руководителей подразделений, мужчина, представившийся Оспаном Иманбердзиевым, особо не стеснялся вражениях. Понять его гнев было несложно, поскольку уже вторые сутки караулить двери правкома в надежде получить хоть какую-то помощь в связи со смертью отца. Говорит, что работает на шахте, а его зарплата едва хватает на пропитание. 50 тысяч зарплаты для шахтёров. Ага. Ближе к вечеру съёмочной группе всё-таки удалось встретиться с представителями профсоюзных организаций Казахмыса. Но везде был один ответ. Идёт аттестация, по её окончании согласно квалификации будет поднята заработная плата. Правда, один из представителей движения признался, аттестировать рабочих решили так срочно, что опасались народного гнева. Вы считаете, что аттестацию проводят именно по причине того, что люди написали вот это обращение? Я так думаю. Я так думаю, что постигнуло, потому что пошло волнение. Тем временем Сауле Сидахметова не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас она пишет уже второе письмо. Теперь уже на имя президента страны. А подвигло её на этот шаг послание Ельбасы, где Нурсултан Назарбаев говорил с высоких трибун о национализации части промышленных гигантов в государственную собственность. Рыстан Рыстанов, Павел Ингельгард, Николай Гудь, Жизказган, Казахстан. Рабочие медиплавильного завода уже дважды писали письмо руководству. Они требовали встречи с председателем правления группы компании «Казахмы» с Эдуардом Угаем, но она так и не состоялась. При этом в последнем письме работодателю горняки отмечают. Терпение скоро закончится. Мы устали от притеснений и унижений, допускаемых по отношению к нам руководством. Иначе как дискриминационной нельзя назвать систему оплаты труда, сложившуюся на данный момент на предприятии. Например, недавно была резко повышена заработная плата мастерам смен и начальникам участков. О рабочих в этой связи ни слова. Не хотите работать? Увольняйтесь. Только и слышишь из уст руководства в ответ на наши претензии. Корреспондентам удалось узнать официальную точку зрения касательно обращения рабочих Жасказганского медиплавильного завода и горнобогатительных фабрик к своему руководству. Ее озвучила пиар-менеджер группы компании «Казахмы» Елена Шальникова. По ее мнению, руководство корпорации немедленно отреагировало на эти обращения и категорически отвергает всякие обвинения в том, что компания проигнорировала требования рабочих. Я повторюсь, для того, чтобы произвести, начать аттестацию, нужно было и аттестационный материал подготовить. Ну, сами понимаете, то есть в таком многотысячном коллективе все это не делается так быстро и просто. Но о том, что через аттестацию лежит путь к повышению заработной платы, и работники, коллектив медиплавильного завода и другой персонал «Казахмыса» знали. И это было ни для кого не секрет. Требования профсоюзных организаций о повышении заработной платы на 30% в настоящих условиях невыполнимы. Таков ответ компании «Арселор» Миттел Тимиртау на постановление конференции трудовых коллективов, которая состоялась 25 февраля. Когда компания льет слезы и говорит, что не может провести какое-то увеличение зарплаты, чуть ли не станет банкротом от этого, вновь возникает вопрос, а как же живут компании, не имеющие своего сырья в замкнутом своем процессе, не диктующие свои цены, которые равны порой одной седьмой от мировой цены, как на уголь допустим. Никаких аргументов, которые звучали со сцены на конференции «Промышленный гигант» так и не признал. Напомню, делегаты от всех предприятий «Арселор» Миттел Тимиртау в минувшую субботу договорились и впредь настаивать на повышение зарплаты, подать заявку на проведение митинга и требовать узаконить забастовки. Уже сегодня градообразующее предприятие Карагандинской области разослало пресс-релизы, где заявило, что увеличивать зарплату невозможно. Некоторые представители рабочих предлагали переходить от переговоров к действиям, на что правление Миттла заявило, мы полагаем, что митинги и акции протеста не помогут выполнить производственные задачи компании, а значит решить вопрос о повышении зарплаты. Такие вопросы необходимо обсуждать в формате конструктивного диалога за столом переговоров в рамках коллективного договора и трудового законодательства, отметили в корпорации. Профсоюзные лидеры, судя по всему, намерены начать переговоры по второму кругу. В Алматы продолжается серия одиночных пикетов в поддержку арестованных общественников. Адрес, как говорится, прежний, здания СИЗО ДКНБ. Его гражданские активисты пикетируют с плакатами уже третью неделю. Они требуют освободить Владимира Козлова, Серика Сапаргалей, и Жангуля Миров, у которых подозревают в разжигании социальной розни, и журналисты Игоря Винявского, обвиняемого в призывах к свержению строя. Головное преследование их единомышленников считают политическим заказом и настаивают разрешить задержанным встречу с родными и близкими. Сегодня алматинец Айбол Бектурганов пришел узнать, где все-таки находится арестованный политик Козлов и что с ним происходит в ходе закрытого следствия. Ответ от спецслужб пикетчик не получил. Бектурганов это утвердило в мысли, что оппозиционеры могли вывезти из Алматы в Жанаузен. Ведь уже долгое время о лидере партии Алга ничего неизвестно. Я требую следствия, чтобы были открытыми. Передажи приняли, чтобы встреча была с ним. Говорят, неизвестно, куда это спрятали. Алматы или где, неизвестно, в каком тюрьме сидит он. Поэтому гражданский долг я не мог сидеть на доме. Напомню, Илья Турзбекова, супруга задержанного политика Козлова, не раз заявляла, что вокруг него настоящая блокада. Следователь не дает свидания, адвокат информации из-за своей подписки о неразглашении в ходе следствия. Предположения соратников, что Козлова тайно вывезли в Жанаузен, власти до сих пор официально не опровергли и не подтвердили. О судьбе задержанного оппозиционера и его соратников говорили участники митинга в день не согласных 25 февраля. Супруга Алгинца Алия ходила со значком 164, это номер статьи, по которой привлечен к ответственности партиец. Тем самым женщина выразила несогласие с предъявленным обвинением. Вот это у нас статья 164, это уголовного подвеса Республики Казахстан, разжигание социальной розни, в которой обменяется им. Все понимают, что это абсолютно абсурд. Наказывают тех, кто все эти месяцы пытался помочь нефтяникам, а те, кто действительно дал приказ убивать людей, стрелять, игнорировать, обманывал президента, якобы, 7 месяцев. Никто из них не понесет никого. Административный суд Алматы приговорил сегодня к штрафу еще одного участника митинга 25 февраля. Гражданский активист Курман Газар Ахметов должен будет выплатить порядка полтысячи долларов. Активист движения «Желтоксан» в свое время отсидел как политический заключенный за участие в декабрьских событиях 1986 года. Всего же число привлеченных к административной ответственности за несанкционированный митинг в Алматы уже переваливает за четверть сотни. Двое лидеров ОСДП Абилов и Косанов получили 15 суток ареста. Семь человек приговорены к штрафу в 50 МРП. Активистки оштрафованы на 20-месячных расчетных показателей. Еще восемь гражданских активистов заплатят в казну по полторы тысячи тенге. Четверо политиков и общественников, в их числе сопредседателю ОСДП Азаджар Махан Тойкбай, получили предупреждение. Глава алматинского филиала партии Амирбек Тогусов был заключен под домашний арест. С 373 статьи на 355-ю переквалифицировано обвинение в отношении общественника Макса Бакаева. Ему вменяют неповиновение сотрудникам правопорядка. Уведомительная система проведения митингов, за которую ратует казахстанская оппозиция, неприемлема. Сенатор Серик Акалбаев, в прошлом занимавший прокурорскую должность, утверждает, во всем мире принята именно разрешительная система и действия полицейских, арестовавших в субботу тех, кто вышел на митинг, оправданы. Это закон, существующий во всех государствах. С разрешения, в разрешенном месте и в разрешенное время. Так должно быть, чтобы не нарушали. Не получил разрешение? Если совершил поступок без разрешения, отвечай. Сенатор не стал вспоминать о том, что даже у ближайших соседей России при проведении митингов требуется лишь поставить власти в известность. Сегодня же во время проведения круглого стола, посвященного ресоциализации освобождающихся заключенных, он высказался против амнистии. Серик Акалбаев уверен, вместо этого должно быть соответствующее уголовное законодательство, которое решило бы проблемы перенаселенности тюрем. Не вдаваясь в подробности, депутат отметил последнее. Амнистия оказалась неудачной в некоторой части. Между тем, число осужденных, отбывающих наказания в тюрьмах продолжает уменьшаться. Об этом сегодня президенту доложил председатель Верховного суда Бектас Бекназаров. За решеткой остаются сидеть лишь за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и их количество будет сокращаться. Что же касается наказаний за экономические преступления, то планируется расширение альтернативных санкций, не связанных с лишением свободы. Например, выплаты с размерных компенсаций. В ответ президент строго наказал, в судах необходимо исключить волокиту. Для этого поспешил обрадовать шефа Бекназаров. Окончательные решения по апелляциям, поданным в облсуды, будут там же и вынесены, не доходя до Верховного суда. А в правительстве сегодня день моратория. На что только не предлагали объявить временное табу выступавшие во время селекторного совещания чиновники. Сначала премьер-министр дал жесткое поручение двум министерствам, финансам и экономической торговли и развития. Карим Асимов объявил полный мораторий на увеличение численности штата госслужащих. «Изыскивайте резервы внутри себя», сказал, как отрезал Асимов, на видеотрансляцию которого, видимо, тоже получен мораторий. За 30 минут совещания камеры правительственных операторов премьера не показали ни разу. По слухам, глава кабина сильно осунулся и выглядит нездоровым. После эстафету запретов подхватил министр транспорта и коммуникации Оскар Джимогалеев. Он предложил ввести полугодичный мораторий на техосмотр автомобилей. Напомню, до этого с подобной инициативой в Мажелесе уже выступал депутат Виктор Рогалев. Тем временем на правительственный запрет владельцы многочисленных станций техобслуживания уже готовят ответные меры. Правда, пока еще думают, каким образом будут протестовать. Предприниматели говорят, после решения властей передачи системы техосмотра машин в частные руки взяли кредиты. Надеялись, доходы от новой услуги позволят перекрыть их. Теперь опасаются, что окажутся в долговой кабале. Столичные корреспонденты пытались выяснить, какие аварийные ситуации готовит мораторий. Стоп! Прописали власти техосмотру автомашин. Правда, запрет временный. Будет действовать всего полгода. За это время Министерство транспорта обещает открыть недостающие станции техобслуживания. Глава ведомства заявляет, что в Казахстане сегодня нет и трети от необходимого количества центров. Отсюда и все беды. Имеются проблемы по очереди, имеются проблемы коррупции, имеются проблемы по тому количеству документов, которые сегодня сдаются. Мы сегодня эти все проблемы проанализировали и будем целый ряд мероприятий предлагать, для того, чтобы искоренить эти процессы. Систему техосмотра автомашин в конкурентную среду отдали с Нового года. За это время хозяева станции взяли многомиллионные кредиты на покупку оборудования. Но сегодняшняя весть о моратории разрушила все их надежды. Предприниматели, мало сказать, шокированы. Они уже подсчитывают предстоящие убытки и думают, как бы не оказаться в долговой кабале. Более 6 миллионов только в прибыли теряю, а где-то в районе 20 миллионов общего дохода теряется. Поэтому я не знаю, это вообще немыслимо. И я не смогу даже оплатить аренду, не говоря о том, что я уже оправдаю само оборудование. А чтобы оправдать меня с таким темпом, в котором я работаю, мне не менее 3 года на жизнь, чтобы вернуть свои деньги. Разговоры об очередях и коррупции предприниматели напрочь опровергают. Но кому в таком случае выгодна временная отсрочка от ежегодных визитов к автослесарям, затрудняются ответить. Зато с полной уверенностью заявляют, отсутствие контроля за здоровьем железных коней может привести к плачевным результатам. В правительстве уверяют, что хозяева СТО не лишатся доходов. Мораторий коснется только физических лиц. На пассажирский транспорт и автомобили, зарегистрированные на юридические лица, запрет распространяться не будет. Но предприниматели говорят, что процент таких авто ничтожно мал. Поэтому СТОшники готовят протестные акции. Заверяют, ответный удар не заставит себя долго ждать. В республике зарегистрировано 7 очагов ящера. Причиной возникновения вспышек опасной болезни стал контрабандный ввоз загруженного зараженного скота из других стран. Об этом сегодня сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Профильное ведомство просит не паниковать. Меры для ликвидации очагов ящера и недопущения его распространения уже предприняты. Зараженный скот уничтожают, владельцы животных получают компенсацию. Причем в размере полной рыночной стоимости. Кроме того, ветеринары уверяют, жителям Казахстана ничего не грозит. Зараженное мясо не попадет на прилавки магазинов. Что касается продажи таких животных, то есть продукции после выявления очагов, этих фактов мы не имеем достоверных. На сегодняшний день, как было проведено уже ликвидационное мероприятие в предыдущих очагах, все животные, которые имели клинические признаки, а также, которые имели контакт с этим клиническими больными животными, были уничтожены. Астана лидирует по количеству больных туберкулезом. Причиной тому мигранты. Как сообщили сегодня на пресс-конференции в Алматы, миграционные процессы напрямую оказывают свое влияние на уровень заболеваемости туберкулезом. Ежегодно по столице регистрируется от 30 до 40 процентов случаев болезни палочкой Коха у лиц, прибывших из других регионов Казахстана. Согласно оценке экспертов, всего в стране состоят на диспансерном учете около 27 тысяч больных туберкулезом. Из них примерно 6 тысяч человек с активной формой заболевания. В республике с 23 февраля по 23 марта пройдут акции, цель которых повысить информированность населения об опасной болезни, особенно молодежи. Эти мероприятия организует Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Его отмечают 24 марта. Очередная детская смертность на стенах медицинского учреждения в Павлодаре. В областной больнице умер 6-летний Ярослав Машаков. Обвинять кого-либо в произошедшем ни чиновники от здравоохранения, ни полицейские не спешат. Но родные погибшего уверены, Майл Лыш скончался из-за врачебной халатности. Подробности у Оскара Газизова. 6-летний Ярослав прожил всего сутки после дня своего рождения. Родные ждали выписки мальчика, чтобы устроить праздник. Но оказалось, что теперь люди приходят в дом совсем по другому поводу. Здесь траур. Попал Слава в больницу внезапно. Чуть больше недели назад у ребенка начался приступ удушья. И его сразу же госпитализировали в детскую областную больницу. Здесь-то посреди ночи мальчик и умер. Его родные уверены, во всем виноваты врачи. Если бы они смотрели за малышом, ничего бы не случилось. Потом я врачам сказала, ночью следите за ребенком. У него ночью. Да, ночью обычно это все... Сама заведующая сказала, да, ночью это все происходит. Но нет до следствия. Это халатность, халатность. Натуральная халатность. В областном управлении здравоохранения утверждают, что делать какие-либо выводы рано. Как оказалось, после вскрытия у Ярослава, поступившего в больницу с диагнозом судорожный синдром, был выявлен редкий порог сердца. Именно он, по словам чиновников от медицины, и стал причиной внезапной смерти ребенка. Вот этот порог, который у него имелся, да, это дефект перикарда. Блочек – это очень редкий порог. Всего мы самоконсультировались с кардиологами республики. Всего описано в мире 100 случаев за всю историю медицины таких пороков. И первым признаком является это ущемление сердца и самовнезапная смерть, что и случилось. Между тем, на инцидент в больнице уже отреагировали полицейские. Однако в местном департаменте внутренних дел подробности произошедшего пока не озвучивают. Ведется следствие. Говорят, стражи порядка. По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже по результатам будет вам дополнительная информация. Печальная статистика пополняется. Это уже не первый случай, когда в павлодарских медучреждениях погибает ребенок. В октябре прошлого года в детском противотуберкулезном санатории умер трехлетний Марк Фролов. В итоге против врача и медсестры, лечивших малыша, возбудили уголовное дело. Но суд пока не определил меру наказания обвиняемым. Теперь и родные погибшего Славы Макашова намерены добиваться объективного расследования. Оскар Газизов, Рустам Сырымов. Из Павлодара, Казахстан. На сегодня пока все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова